Всем привет, ребят! Сегодня будет достаточно короткий видос для истинных фанатов игры World of Tanks, потому что, ну, здесь я вам расскажу про прем-танк, который сейчас тестируется на супертесте и называется Т-34-экранированная. Это советская СТ-шка пятого уровня. Ну и как вы видите, сейчас вы ее подробно сможете рассмотреть, отличается она от обычной Т-34-ки, то что на нее наварены экраны. По некоторым данным это действительно происходило и подобные модификации проводились, ну, даже не кустарно, а в заводских условиях. По традиции показываю вам двух победителей с прошлого видео, которые выиграли по одной тысяче игрового золота, и под этим видео я точно так же буду раздавать игровое золото среди тех, кто оставит очень важный комментарий по теме видео, указав в конце свой танковый ник. Все, больше его не прошу. Ну и переходим, соответственно, к Т-34-экранированному. У многих из вас сразу могут возникнуть вопросы, а что это за танк, когда появится, для чего? Могу лишь предположить, ребят, никакой информации нет, пока что это просто супертест, машина еще в характеристиках может измениться, но тем не менее могу предположить, что возможно уже тестируются танки, ну, низкоуровневый, пятый уровень. Я думаю, возможно, это второй сезон ЛБЗ машина тестируется. Утверждать ничего не могу, но вполне себе похоже. Посмотрите, насколько прикольно выглядит Т-34-ка в дополнительной броне. Вот мне всегда почему-то нравились танки с экранами в нашей игре. Экраны добавляют какой-то брутальности боевой машины. Единственное, на что хочу обратить внимание, что экраны только с бортов, даже с кормы вроде бы есть, а вот с лобовой проекции нету. Хотя, может быть, здесь бронеплита наварена дополнительно. Сейчас мы это узнаем. Давайте посмотрим. Экипаж стандартный, броня. Смотрим броню. Я буду показывать на кумулятиву, чтобы не было приведенки. Ну, то есть нормализации снаряда. НЛД-45, ВЛД-45. Ну, в общем, здесь никакого экрана нету. Будем честными, экрана здесь с лобовой проекцией нет. Борта. Вот с бортами сейчас будет все гораздо, мне кажется, поинтереснее. Экран 16 мм. Кстати, при том, что броня 45, бортовая, это достаточно прикольно. Можно будет ромбики какие-то ставить. Это пятый уровень, я напоминаю. Просто цифры смешные для меня, для любителей десятых уровней. Поэтому я сам немножко улыбаюсь, когда сижу, делаю этот обзор. Скармы. Скармы нету никаких экранов. Это чистая броня. 40 мм. С этой стороны точно так же 16 мм. Экран добавлен. И на башне наварен 16 мм экран. Причем, смотрите, как прикольно еще маску орудия этот экран как бы обходит так. Кстати, вот этот баг, я уже не раз про него говорил, когда вы вот так наводитесь на орудия. Дело в том, что сейчас коллежен модель вот так колбасками нарезана. Поэтому, когда вы эту колбаску простреливаете вот под такими углами, у вас может несколько орудий попасть. Это не баг мода. Это особенность того, как сейчас коллежен модели формируются. Так, ну и все, в принципе, вот он, весь экранчик, как выглядит. Соответственно, на что это повлияет? Это повлияет на увеличение массы боевой машины. Я думаю, это очевидно. Соответственно, мобильность при мощности двигателя в 500 становится чуть меньше 16 лошадиных сил на тонну. Мы сейчас, кстати, сравним с обычной 34-кой, посмотрим, чем отличаются. По огневой мощи. Ну, здесь ничего сверхъестественного не вижу. 110 за выстрел урон. 120 пробития. Подкалибер здесь, да? Да, подкалибер с бронепробитием 150 миллиметров. 0,43 разброс на 100 метров. 2,3 время сведения. Кстати, углы наводки 8 градусов. Приятно, приятно. Незаметность, ну, должна быть плохая. Кстати, хорошая. И обзор в 340 метров. На самом деле, вот так вот отдельно эту машину исследовать нет никакого смысла. Давайте посмотрим, как он будет в сравнении с обычной 34-кой неэкранированной. В чем у них отличие? Итак, ребят, я настроил эти два танка так, чтобы, ну, 34-ка прокачиваем. Я ее загнал в топ. И мы получили, что бронепробитие у обычной 34-ки лучше. Разовый урон лучше. Скорострельность гораздо хуже. Время перезарядки гораздо хуже. Из-за этого что у нас с уроном в минуту? Здесь 1700 чистый урон в минуту. А здесь всего лишь 1200. Точность у экранированной хуже. Время сведения быстрее. Вообще, совершенно два разных танка, несмотря на внешнюю схожесть. По броне, ну, примерно, разницы я здесь не вижу. По мощности двигателя, конечно же, масса дает о себе знать. Удельная мощность двигателя у обычной 34-ки лучше. Незаметность, кстати, у экранированной лучше почему-то. Может быть, экраны какие-то маскирующие. И обзор хуже. 340 метров, экраны закрывают обзор. Но в целом, это будет такая, чуть более бронированная версия, чем обычная 34-ка. С худшим обзором, с худшей подвижностью, но с гораздо большей огневой мощью. Вот все, что можно сказать на сегодняшний день про этот танк. И выглядеть он будет гораздо круче. Хотя 34-ка сама по себе легендарной танкой круто выглядит, но с экранами она становится гораздо брутальнее. Мне очень нравится визуальная моделька. Но это пятый уровень, и я не думаю, что я буду много на этом играть. На этом у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч!